ну то есть если так задуматься то они все время придумали что но механики слишком 4 мне кажется остальных если подумать о такой бабки сли циферки подкрутить уродно если бы него не будет такими сериями то вполне себе звучит хайпово всем не бага не лага зрителей подписчики канала дрожжа с вами шека и у нас ночные посиделки новые до продолжение уже сорок первая серия если я не ошибаюсь капец 40 серий на фигарили по полчаса это 20 часов просидели охренеть очень много вот но кто эти люди мы пытались узнать все эти 20 серий 40 серий кто с нами играли вот с вами сегодня мы мария вот никита что здрасте говорю хорошо а то лагаешь но у меня лично кто еще слова привет андрей привет максим банджор на григорий все все же не я пароль в дискорде муж вот мы сегодня продолжаем играть и я наконец-то буду менять себе персонажи я очень задумывался об этом я хочу поменять персонаж ты заметил же не как мы в тандеме сказали я сказал привет а ты андрей больше не будет овощей я хочу когда прикольники но я хочу другой скил он похож кстати в очках больше на этого как макс его который нет у него молоденький тип у нас а вам цикл который я наконец-то другой персонаж все ошибки забыли все смерти не было и все ну а пробуешь на деле у нас на записи есть ошибки не да это это ложь обман и провокация не было такого брось 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 волтер брось спасибо окей так на что вы мне там грозили что думали и опрашивать меня желание если нет желания то я не настаиваю но если есть чё поспрашивать не только для себя ну допустим до подписчиков мечте как говорится что кто думал я думал что у нас finder мод включить подсвечивать сундуки я чё-то помню мы вроде бы с ним играли я же отключал моды все когда дорогал серий что серии это самом начале серии было я про finder мод мне показалось почему то что мы позже им пользовались видимо я чё-то попутал и попутал может клиентский так ребят всем удачи всем до скорого и уехал и не голодайте я поехал так полагаю мрамор ты уже сворвал нет кстати мрамор 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 уйди 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 хватит забирать до хватит ну дай мрамор чё ты же злобишься да ну и нахрена ты это делаешь забирай я чё можно инструмент я шесть таком забрал мрамор мрамор шестолка шестолка да нет ну можно конечно безусловно ну чё далеко ты забрал шесть таков что маш куда зачем уже полную не да 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 так где у нас жужа карте кто-то проверял этот самый у него же рогатка есть у мальчика можно крафтить и могут ли другие нет не могут я не помню на него вроде не влия не влияет этот тросич на может из таки вернешься обойдешься нет на него не влияет только одежда а трость мрамора хватит трость не влияет и дорожки не влияют по-моему только на рассудок типа не влияет мне мне одного бесит что в обе валит боком когда ты бежишь и вид сзади она реально бежит боком обижала когда убегает в таком же положении он как-то иначе бежит разы я не знаю я набивала особо не катался на просто здесь не это все так же все та же модель просто ну как-то некрасиво он стремно превращается обратно это ну худеет кого нет у него башка так начали большая потом резко вжух как в маске сдулся она сгломера нет или есть я пошел зачем тебе зачем тебе 300 к мрамора да что ты это 120 мрамора плюс 17 137 мрамора зачем мне мало обокрали никита хорошо будешь за его размножаться я подумаю так начать и я потерял уже не рассказывай что терраска крымский в крыму родился и вырос ладно окей с какого начала меня зовут зеркодлоза мне 30 годиков родился 90 году вот изначально меня хотели назвать паша не на самом деле мама такая как же как назовем сына или дочку мама такая я предлагаю назвать паша папа горит и шо будет дед павло нафиг надо назовем по-другому как меня на хотели назвать андрей по моему но потом вспомнили что я отца зовут андрей как это будет не камильфой привет андрей да да и слишком часто здороваться с тобой придется не в обиду андреем но всем привет передаем привет так теперь нужно заниматься грядками значит я не грядочный трап не грядочный трап вот еще на этом все 30 годик давай говори на кого учился ладно после школы я не планирую вообще никуда идти вообще абсолютно то есть такой давайте надо в армию именно на этой профессии я планирую никуда идти а почему именно на этой профессии бомжа остановился я же говорю не планировал вообще никуда идти после школы потому что я даже думал ну в армию заберут заберу знаешь как-то похрен потому что каналом то я занялся уже после универа даже вот и потом как бы в армию не взяли я такой прифигел да я прифигел не знал что делать в принципе и мама говорит иди учись и влюда куда я никуда не хочу потому что ну я так окружил и на тот момент были такие у нас в первый год когда ввели вот я не знаю сейчас куча названий новых есть у нас это называлось в н.о. внешнее независимое оценивание ну вот эти ну там есть зен и а потом пошли как-то не по-другому но аттестации вот эти вот конечные до этого ничего такого особо прям мощного не было но у меня было типа украинский язык так как в крыму крым был украинский этот момент украинский был обязательный и 2 по выбору но мог ты даже и вообще не выбирать даже вот так и я сдал только украинский и идите на хрен такой я не буду ничего сдавать а нафиг мне надо потом я конечно пожалел чисто для себя лично поржать на можно было бы издать потому что но так как я сдавал только украинский и я посмотрел универы которые существуют поблизости хотя бы евпатория симферополь и единственный который был это восточно-украинский национальный университет имени дали ну дали то этот словарь сделал если что если кто не знает ну и это одна из его достопримечательностей вот и пошел на психолога потому что это единственное чуть ли не единственных что не требовало больше ничего кроме украинского языка здрав будь вот и все и потому пошел в чем не интересно чисто поражать и на самом деле вот эти пять лет сколько я учился или четыре уже сам не помню они так быстро пролетели просто вот как будто я не знаю на месяц отдохнуть пришел я за очень его пряту предлагается уже мы только начали придет я его берега не на меня убьют жене на меня пофигу я понял я пойду делать мраморные шарики пик с пуком на собирали ну какая пик с пути так называют пути на собирать что-то спрашивал маш ну так я был заочником до учебу надо было оплачивать не всю конечно учебу но процентов 70 80 учебы я себя отплачивал сам потому что ну ходил работать работал на тот момент в пильярдный грубо говоря как смотритель столов включи-выключи как это менеджер столов включи-выключи столы но там было заведение в котором курили а я вообще не курю и очень тяжко было потому что еще работу на стройке не официально после учебы нет это и в девятом классе было 0 летом надо было денежка я хотел себе фотоаппарат купить хороший зеркалку и я пошел на стройку работать чисто чтобы да ну блин официально никогда не работал и это очень прискорбно дядя 30 лет официально когда не работал снимает иглу сиськи на youtube боялся что я один такой кроме когда официально не работала тут понимаю что они не все нормально это норма это не норма это нельзя так не повторяйте моих ошибок не играть его игры больше на самом деле официально ты можешь не может допустим работать на какие-нибудь другие штуки но естественно из-за нашего прекрасного государства просто потом ты ничего не получишь я и так потом ничего не получу сам факт да понятно что типа и так с пенсиями все плохо понимаешь учитывая ну я тоже задумывался частенько о том почему у меня вот так вот да я и там не работал что-то как-то это он занялся они нормальную работу пошел нашел даже даже будьте настройки мне кажется временем может быть я так он проработан до дошел бы ну хотя я настройку не особо горел никогда желание зачем ты мне это дала маш но просто учитывая все обстоятельства по типу того что не особо как бы были у нас работы в крыму работы зимой 0 летом ты только можешь заработать если летом зарабатывать только те у кого есть халявная хата который ты можешь давать курортник все остальные зарабатывают в обслуживающем персонале либо ты работаешь чуть ли не до утра потому что вот когда я работал в бильярдной это был звездец я работал по короче я приходил 10 утра всегда в 10 утра открывались и я мог уйти в 6 утра следующего дня не ежедневно работал но два через два но это все равно звездец был естественно неофициально за палата в конвертике и это очень больно для организма вот так вот мясо кончилось григорий я задавал вопрос то есть крыву родился в россии про творога город да у меня даже медалька есть что типа рожденные в крыму и там медаль евпаторийца большая ну я не совсем вырос я очень много пили же ну да я я родился в евпатории потом мои родители решили поехать к моей тете волгоград вот но по пути не доехали и решили остаться в херсонской области крым тогда еще украины было и как бы ну какая разница вот в херсонской области решили остаться тогда было хорошо а потом как-то все обвалилась и и получилось мы у разбитого корыта примерно очутились без денег без ничего и почти в деревне и я не жалуюсь на самом деле детство у меня было классное в деревне детство провести это лучшее что можно посоветовать ребенку потому что это весело это бежишь говно на твоих ляхах но не твои коровья ну то есть это это весело это это кирпичи летающие возле головы в тебя кидающие другие дети еще чуть-чуть конечно есть никому не советую но весело вот так ну можно покормить чтобы они дать и спукал пособирать господи тоже это уже все вот так уж я себе сделала два амулета и нескольких даже а у нас нету лунного камня да может если я сейчас тени ну теневых снарядов наделаю которые тоже неплохо а подожди или тени теневые не тут шляпу снег допустим что пусть допустим и забываем они разве не у герда научки он теневые все я все я замораживающим все до что пещерах надо кого убивать это найти ну да да там к нему на уровне уме может тогда тесаков наделать этих лунных ну да ну можно там нас дорога вы уже сделано мост могу сгонять все надо так что мне для тесаков надо я не помню скажите что чтоб я хотите это не надо и он бы забил лунное стекло надо будет быть на лунномосте и доски нужны я доски могу дать какие мне крафтить надо эти штуки для эбигейл самый лучший самый лучший ну а зельки какие мне крафтить для нее подскажите о это кому приготовили кому-то надо ла монстра за ним ну вот я сомневаюсь что кто-то признается в содеяна я покормлю в обе нему понравилось ей . ну вроде как говорят что это девочки я не под хвоста не заглядывал вроде да смысле я думаешь них не различу собаку девочку собаки мальчика нет ваш жираф незаметно спасала с бочкой как ты же не пришел к ютуберской деятельности как ты решил этим заниматься ты рассказывал первый свой вот такой это посмотрел тебе очень понравилось это момента ну типа вот скажем так когда сигнал поймал типа с этого момента ты началось все немножко пошли позже я ну ну просто смотри как было и стандартно да то есть спси супа нет я домой я домой это мой это выше сейчас конечно весело будет это но как было банально да все все мы на youtube тем не как-нибудь да приходим видим ролики интересно смотрим как люди записывают это да увидел летсплеи одних людей я просто куча раз них уже говорил нет смысле мне кажется вот я смотрел их они снимали да и зина тот момент очень популярную игрушку тогда был очень популярный сериал за булкин дед ходячие мертвецы он тогда только-только вышел и вот эта игрушка как раз была популярна очень сильно они еще снимали очень атмосферно и и как будто реально мини-сериальчик смотришь вот и какой-то момент я сидел сидел и думал блин я тоже что аккуратней я очень много веду псов я попытаюсь не на саму лазу привести чтобы они не давайте на меня агритесь 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 вот и я короче подумал почему бы мне тоже не заняться чем-то подобным ну стандартно да как у всех примерно так веду псов вот но но как-то летсплей не особо хотелось поначалу и потому вот у меня если посмотреться в ссылке канал называется дрожжа шоу потому что изначально первые штуки я делал дрожжа шоу называла здесь это я на тот момент опять таки был популярный формат типа как за хорошо или сто пятьсот у песики ой тут есть огненная и это плохо песцы да куда ты побежал так если порох это пороха пепла собрал веду 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 огненный давай готова ладно я пошел вот и вот по типу таких форматов я сделал помню первые дрожжа шоу просто планировалось по смыслу что я буду типа вот перед камерой стоять и обсуждать смешные ролики на видеоигровую тему там разные были но естественно за чуть ли не я там всего с 10 серий я сделал таки естественно сейчас они все удалены их нету не существует их никогда не было и соответственно за первые мне прилетали и даже страйки что я удачно обжаловал потому что ну и соответственно я брал ролики с чужих каналов для меня не было понятия что такое а что нельзя ну смысле ну как как даже но это же в интернете это же в интернете это значит можно у меня небольшое понимание что если это попало в интернет значит это общедоступное не хочешь чтобы это было общедоступной не сливает а в интернет все ну логично потому что это не должно быть так это неправильно это не должно быть так я полностью с тобой согласен но к сожалению это так посуду надо мыть гриш я сегодня мы посуду да все хорошо да вот такой палец вот и планет он не собрал гончик какая музычка давно и тут с музычкой не бегал на лунном острове вот так и пришел на youtube вот он меня не ждал я пришел ну а потом один из подписчиков там один из первых такой горит отчет ты не снимаешь этих войнём чё ты не снимаешь летсплей я такой сижу думает чё я реально не снимаю летсплеи я могу я зайки и вот так все и понеслось что я спрашиваю ты левша или правша серьезно кто-то из нас есть левша нет я как все а ее моим меня бьют больно бьют кто тебе да эти портис хорошие деле вообще не помню я не помню по названию чего никто делал не разбираемся с медом делается google 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 помощь ясно ясно знатоки такие же какие ну шо эти вопросники я так и зовут я так и знал что это я их там с вопросами закидывал я да я один-два спроса во спросы задавал да вот вот вы такие вот опрашивать они меня что-то там хотели и девушки тебе нравится я имею право расширить твой вопрос и уточнить с какой целью мне должна нравиться эта девушка в сексуальном плане мне нравится одна единственная девушка для начала живая вот это основной критерий смысле мертвая девушка еще три часа девушка если еще теплая не осуждаю не знаю на самом деле я об этом ну как бы задумывался и мне почему-то всегда нравились блондинки когда был маленький не знаю почему нет я серьезная учуя в рубаш светловолосы хорошо я так скажу светловолосы так пойдет ты спросила в какой бы тебе цвет покраситься я сказал рыжий я предложил сейчас сейчас ты блондинка а я голодный дон старый короче на самом деле мне всегда нравились именно светловолосы почему-то вот и когда я был маленьким я я был все мы маленькие когда были да вот язык без костей как говорится знаю что думаешь что и говоришь и я подхожу к папе так говорю пап а у меня мама она брюнетка ее волос волос цвет волос беру папа как ты мог выбрать маму в жены хотя она женщина очень симпатичная вот да а я говорю как ты мог выбрать маму в жены смысле но она же брюнетка игры ты что игру ну блондинки красивей но я мелкий был чё там я не знаю сколько мне лет 5-6 лет да там совсем но как-то так повелось что фигура это старая шутка но девушка должна быть квадратный горловой и метр ростом я не буду объяснять зачем нет не буду хорошо на голове стоит так пойдет моя жизнь блин я голодный пошел я домой не очень ни один голод я вздыхать я без еды задавайте мне какие хотите не факт что я отвечу что интересует то и задает какие-то интересуют какие девушки мне нравится не знаю для себя ли узнает но эти вопросы тоже нам задавал я тебя задавила ну я что ты мою жену знаешь твоих предпочтений я не в курсе ну серьезно радуйся что он хотя бы не спросил какие парни тебе нравятся парни отзывчивые серьезно серьезно моя ориентация три сосны сейчас будет для фанатов в душе я в что в душе я вебер я уже дал кстати вот арахнофобии нет но ничего-то пауковки не особо люблю ну вот самих пауков да вот в австралию не не едем и то что противно ты понимаешь волосатый не все что ну некоторые пауки имеют такой ворс на теле на своем который ядовит это понятно мы в детстве выловили тарантулов и в детстве это было все нормой повеликами тарантулов нет ну ну так жопка ну как с у него жопка с 55 рублей с 5 рублей жопка я не знаю какой себе все представляют я говорю про диск ладошку вот этого большого ну короче мы мы ловили тарантулов спокойно я ящериц ловил ловил жаб лягушек на ниточку ящерицы я ловил ну ящерицы чё они тебе там они если укусит за палец то ты просто держишь их на пальце и все хвосты у них прикольно я вот почему-то много открывается у них да вот вот двигаются еще вот многие так делали отрывали им специально хвост или отрезали я не понимал этого живодерства никогда не я не отрывал они сами же 1 они могут отбрасывать но иногда если не отбрасывали людям прям не неси бывает нет ну они все могут отбрасывать на них но не сто процентов отбросит кусаются мы вот тарантула но она кусает знаешь как тебе объяснить как она укусит как но и за губами попробуй что губами укусит вот примерно такая же они не больно но это не больно нихрена а вот тарантулов ниточка этот пластилин и туда вот в дырочку об где они живут и как вот на уда ну на рыбалке сидишь и такой поддергиваешь он хватит и об вытащил тарантул и в бутылку же смысле живодер мы пытались их разводить а вы еще дочь пройдет и выходили в виноградные улитки собирали на один раз я поймал ящерицу пошел к знакомому моих родителей и случайно выпустил у него дома ящерицу и такой ну ладно я пошел не для этого разводить не у меня был момент вообще живностью в детстве у меня много живности всякое было я взрывали нет я купил за 50 украинских копеек крысу живую вот но продал ее своей тете за 5 гривен жилка предпринимательская там началась и там же угас продажа не поперла